Доброе утро! Который выглядит вот так, пожалуйста, плюсы, плюсы уже пошли, я вижу, да? Если вдруг, мало ли, что-то происходит у нас в процессе вебинара, пропадает звук, либо экран, то прежде всего попробуйте переподключиться, а потом уже напишите нам, вот как раз в эту же вкладку questions, мы что-нибудь с вами придумаем, возможно, подкрутим, либо перезапустим вебинар. Так, видео, мы сегодня ведем вебинар без видео, потому что мы сегодня в новом офисе, у нас здесь все вокруг строится, наши переговоры еще не готовы, но зато вы видите наш экран, поэтому видео у нас не будет. Запись, запись вебинара мы уже ведем, у нас можно будет просмотреть ее позже, мы вам либо сегодня вечером, либо завтра утром пришлем ссылку на вебинар, вы сможете нас переслушать, пересмотреть, ну и так далее. Давайте ознакомимся. Сегодня в студии, в нашей студии, новой студии Bittrex24, просто Bittrex. Кто? Евгений Петриченко, руководитель мобильного отдела или отдела мобильных решений. И я, Олег Стракат, я руковожу отделом контроля качества, отделом тестирования всех компаний Bittrex. Так, и сегодня с нами будет партнер Евгений Малаховский. Евгений, не знаю правильно, я прочитал вашу фамилию, сейчас у вас Евгений включу, чтобы вы тоже что-нибудь сказали. А сейчас, секундочку, я сейчас найду вас, Евгений. Я уже включу вас. Ага, да, все хорошо. Ну скажите что-нибудь. Евгений Малаховский. Малаховский, все правильно. Как меня слышно? Вас слышно хорошо. Ну приветствую, коллеги. Да, хорошо. Ну тогда, Евгений, мы вас включим в эфир чуть-чуть позже. А сейчас мы начнем нашу содержательную часть, собственно, посвященную мобильному вебинару. Ну вот, собственно, наш слайд, мобайл, коллеги, мобайл повсюду. Я думаю, что это уже стандартный факт. Я думаю, что не имеет смысла сейчас спрашивать, у кого сейчас нет мобильного телефона. Тем не менее, я задам этот вопрос, коллеги, у кого вдруг сейчас из вас нет мобильного телефона? Пожалуйста, напишите плюсик, поставьте вот такой questions, и сразу же можете прекращать слушать наш вебинар. Потому что дальше у нас будет чисто про мобайл, про разработку и про вот это вот все. Здесь коллеги пишут, что звук немного квакает. Коллеги, пожалуйста, напишите еще кто-нибудь. У кого еще квакает? У кого еще квакает звук, кроме как у Сергея? Если да, то, естественно, плюс поставьте, пожалуйста. Плюсов больше нет. Сергей? Есть. И квакает. Интересно. Ладно, что-нибудь попробуем себя придумать. Возможно, получится. У нас сейчас новый офис, новый интернет. Вполне возможно, что-нибудь какие-нибудь обрывы у нас есть. Ну ладно, продолжим. Запись у нас все равно идет. Двигаемся дальше. Мобайл повсюду. Я вижу, что ни одного плюса у нас нет из тех, кто... То есть у нас все связаны с мобайлами, да? Все у нас с устройствами. Поэтому вебинар сегодня для вас. Ну, совсем вот краткая статистика по тому, что у нас вообще сейчас в мире мобильных устройств, смартфонов и так далее. Смартфоны сейчас, коллеги, везде. У каждого. Количество мобильных устройств превышает количество декто-топ-устройств. Кроме того, вот, например, я знаю, что у Евгения не один, а три телефона мобильных, да? А по долгу службы у него их целых сколько? Пятнадцать? Мы с тобой больше. Мы с тобой считали и перевозили. Сбились со счета. Больше. Мобильный трафик, коллеги, также, естественно, вырастает. И кроме того, мое мнение, что он будет расти еще больше. Почему? Потому что лично я считаю, что вообще скоро сотовая связь, как таковая, перестанет почти существовать. Кроме как вот, знаете, домашний телефон. И все, мы перейдем полностью на интернет, на мобильный трафик. Ну, поживем, увидим. Кроме того, вчера я читал замечательную новость про то, что уже полным ходом идет подготовка к внедрению сетей 5G, коллеги. Ну, вот здесь мы, естественно, тоже отметили строчку про стремительный рост 3G и 4G сети. Рынок устройств, естественно, перенасыщен. Цены у нас уже снижаются. Кстати, сколько сейчас стоит самый дешевый Android, Женя? Ну, там цены варьируются, наверное, от меньшей тысячи рублей. Это так, поймите, Android просто. Ну, вообще, в принципе, доступные цены сейчас уже практически везде. И достойный телефон. Нехороший прямо очень сильно, но купить его можно. И стать, так сказать, пользователем. И вот стать частью этой аудитории мобильной можно очень задешево. Я согласен. Ну, короче говоря, вот по прогнозу компании ЦИСКа к 2020 году, я думаю, что, возможно, даже еще и раньше, вообще не останется обычных телефонов. Кстати, у кого сейчас есть кнопочный вот простой стандартный телефон типа Nakia, тоже можете поставить плюс. Я потом эту статистику забавную соберу и обработаю. Так, ну и еще совсем чуть-чуть цифр статистики, чтобы вас убедить, что мобильная, мобила это хорошо, что мобайл это вообще очень хорошо. 180 минут в день тратить среднестатистический пользователь на что? Он просто сидит в телефоне 180 минут. Совершенно верно. То есть что-то делает, да? И 86% этого времени он, естественно, тратит на что? На мобильные приложения. А 90% времени он сидит в 5-7 приложениях. Ну, коллеги, вот мы по долгую службу с Женей, мы в мобильном приложении сидим, наверное, часов, я думаю, 5 в день. А я больше. А Женя вообще, наверное, все 12. То есть все это время, как работает. Ладно, хватит цифр, хватит лидики, статистики. Я думаю, что мы уже будем сейчас двигаться дальше. А, коллеги, я прошу прощения. Платформа, совершенно верно. Еще один слайд про платформы. Что сейчас у нас на рынке по платформам? 19% естественно это у нас iOS. И смотрите, какая интересная цифра. Android 69%. Если я правильно помню, Женя, то эта цифра у нас будет расти. Ну, 69% это общая статистика такая. То есть во многих регионах эта цифра намного больше. Почти 80% там, где вот очень любят Android. iOS это примерно там, наверное, процентов 40 он занимает в США. Во всех остальных странах мира он имеет не такие большие цифры. Но второе место стабильно занимает по миру. А 12% здесь другие. То есть мы не будем озвучивать эти платформы. Почему ты сюда не хочешь произносить это имя? Ну, произносим. Это то Windows Phone. Windows Phone, совершенно верно. Это та версия, под которую мы не планируем разрабатывать. Коллеги, я заранее скажу, что мы не будем ее поддерживать. Поэтому я думаю, что не имеется в виду. Пока ситуация такая, что поддержка этой платформы сейчас... Нецелесообразна. Экономически невыгодна для нас. Да, и, в принципе, и Microsoft пока, по-моему, заморозит все это дело. И пока непонятно, будущее этой платформы, как и раньше, собственно, такая ситуация была. И пока не стоит ожидать и даже задавать вопросы, когда платформа наша будет платформой Windows Mobile. Да, кстати, пока мы с тобой здесь разговаривали, здесь у нас двое коллег написали, что у них есть кнопочные телефоны. Окей, Никита, я думаю, что это резервный, скорее всего. У кого-то даже дисковый есть. Ну, хорошо, Сергей. Ладно, двигаемся дальше. Какое решение, Женя, выбрать? Вот ты как специалист по мобильной разработке. Вот убеди меня, пожалуйста. Дай мне доводы. За и против. В принципе, тут очевидно, что у нас возникает аудитория большая, растущая, именно мобильная. И у любого держателя бизнеса возникает желание захватить какой-то кусок этой аудитории. И у него, допустим, уже есть сайт. Но ему нужно, чтобы его сервис, его услуги были доступны именно в мобильном телефоне. Встает вопрос, а как предоставить свои услуги, через какой канал? В принципе, каналы известны. Это сделать вашему сайту адаптивную верстку, сделать адаптив, сделать, опять же, приложение, чтобы оно было в Google Play и App Store, или сделать мобильный сайт. Ну, мобильный сайт, скорее всего, можно откинуть, на мой взгляд, потому что фактически это разработка второго сайта. Это дорого, и поддерживать нужно отдельно сайт мобильный и отдельно сайт большой. Тем не менее, коллеги, вот мне интересно, вот мы собираем эту статистику. Есть ли те из вас, вот среди нас партнеры, либо разработчики, либо, может быть, владельцы, те, кто имеют, либо разрабатывают чисто отдельный мобильный сайт. Не приложение, не адаптив, а мобильный сайт. Если да, пожалуйста, напишите мне в questions, я потом эту статистику соберу и обработаю. Да, все так. Соответственно, про мобильный сайт мы не будем ничего говорить. Давайте посмотрим, то есть адаптив или приложение. Всегда вот возникает такой вопрос, что лучше из этого сделать, но сразу забегая вперед, тут совсем разные задачи решает адаптивный сайт и приложение. Давайте посмотрим вот такую сравнительную табличку. Адаптив против мобильного приложения. Скажем так, это просто отдельные плюсы и того, и другого решения. Давайте начнем с адаптива. Адаптив, ну, то есть у вас сайт, вы делаете адаптивную верстку, вас легко можно найти в поисковиках, Яндекс, Гугл. Соответственно, трафик. Трафик в два раза больше, чем по сравнению с мобильным приложением. Низкая стоимость разработки. Соответственно, адаптив будут разработать те же самые люди, веб-разработчики, которые имеют квалификацию разработки на PHP, CSS, HTML, все те же самые люди. Кроссплатформенность. Написал в кавычках, потому что браузер есть везде, на любом телефоне. Соответственно, ваш адаптивный сайт будет работать. Еще их несколько. И, соответственно, ваш адаптив будет работать везде. У любого пользователя он сможет увидеть ваш сайт, найти очень легко. Легко обновлять. Точно так же вы обновляете свой сайт, и контент в вашем адаптиве точно так же обновляется, ничего делать не нужно. То есть, по большому счету, не нужно обновлять какие-то дополнительные компоненты, относящиеся к мобильному приложению, да? Ну, да, скажем так. И легко разрабатывать. Ну, это, опять же, разрабатывается как сайт. Что касается мобильного приложения. То есть, у мобильного приложения есть совсем другие плюсы. Это персонализация. То есть, когда ваше приложение ставится на телефон пользователя, и происходит такой некий контакт с брендом. Когда ваша иконка, там, какого-то вашего сервиса постоянно есть у пользователя, он на рабочем столе на телефоне, и он постоянно рядом, он постоянно видит, и вы можете с ним контактировать через пуш-уведомления. Опять же, есть такой пункт. Скорость. Приложение в общем случае всегда быстрее, чем адаптивный сайт. То есть, ну, вот так вот. Если это еще и телефон не очень мощный, то приложение всегда работает быстрее. А если приложение работает быстрее, то это уже более богатый юзер-экспириенс, пользовательский опыт. То есть, пользователю приятно пользоваться вашим сервисом. Ему знакомы все элементы интерфейса, которые в вашем приложении, потому что они соответствуют элементам интерфейса платформы Android или iOS. Взаимодействие с другими приложениями – это большой плюс приложения как решения мобильного. То есть, вы можете использовать карты, вы можете использовать камеру, телефоны, контакты. Вы можете взаимодействовать с устройством пользователя, если, конечно, он вам даст на это разрешение. То есть, через адаптив, например, я не смогу сейчас использовать? Многое уже можно делать. Допустим, использовать карты, можно какие-то вещи там делать. А, печатки? Геолокацию. Пока нельзя. Можно только в приложениях это делать. Пока. То есть, можно? Ну, наверное, я не знаю. Но на данный момент ситуация именно такая. Что касается адаптива. Адаптив – это уже… Я тебя чуть-чуть перебью. Здесь как раз Руслан спрашивает, что такое адаптив. У тебя будет подробно, хотя бы схематично, что такое адаптив? Нет, у меня такого не будет. Руслан, тогда мы позже ответим на ваш вопрос. То есть, да, я его видел, мы расскажем. Да. Сейчас давайте сначала по теме. Адаптив, опять же. Адаптив, адаптивная верстка теперь уже является must-have. То есть, если решать, делать ли мобильное приложение или адаптив, ответом на этот вопрос, по крайней мере, частью ответа будет, адаптив нужно обязательно делать. Потому что поисковики просто уже принуждают делать адаптивный сайт, потому что иначе ваш сайт будет понижаться в поисковой выдаче. У Google, допустим, есть всякие определенные инструменты, которые определяют, насколько ваш сайт адаптивен, насколько он комфортно для пользователя отображается на мобильных устройствах. И он это учитывает при выдаче. И в любом случае нужно делать адаптив. Приложение выполняет немножко другую задачу. И мы поговорим, зачем делать приложение, раз уж адаптив мы все равно делаем. То есть, зачем делать приложение. То есть, адаптив делаем всегда, в любом случае, точка. Вот если делаем сайт, то все идет. Я думаю, что коллеги-разработчики знают, что это нужно делать. Итак, что касается, опять же, адаптива и приложения. Вы, наверное, заметили, что я указал в адаптивной верстке, то есть на сайте, больше всего, больше трафика. В два раза больше, чем в приложении. Почему это происходит? Потому что, опять же, вас можно найти в Google, но есть определенная метрика, которая позволяет определить, сколько пользователей вообще проводят на адаптивном сайте. Много юзеров, но они делают очень мало действий. То есть, соответственно, вас нашли в Google, в Яндексе, перешли на сайт, посмотрели контактную информацию и оттуда ушли. То есть, вот так вот пользуются. Ну, если как бы ваш адаптив еще позволяет какие-то другие функции, предоставляет пользователя, то, соответственно, он задерживается на нем. Но статистика такова, что пользователей много, действий мало. В приложении наоборот. Если ваше приложение было установлено на телефон пользователя, смартфон пользует, то тогда пользователь делает больше полезных действий. Он делает там больше заказов, он больше привязывается к вашему сервису. Соответственно, приложение – это инструмент удержания своего клиента. Вот такая интересная статистика. И если вам нужно, чтобы ваш клиент постоянно пользовался вашим сервисом, то приложение – это хороший вариант. Ну, то есть, если так вот резюмировать, да, коллеги, то адаптив или приложение, если говорить, ну, так, то в зависимости от того, что вам нужно, да, если вам нужно больше уникальных действий, сюда. Ну, да, приложение – это отдельно. То есть, это, скажем так, дополнение, так оно называется. Когда нужно делать приложение? Опять же, повторюсь, когда вы хотите дать пользователю богатый юзер-экспериенс. То есть, когда ему будет приятно пользоваться вашим сервисом. Ну, если вы хотите сделать такое. Необходимо частое взаимодействие с пользователем. То есть, через сайт, через адаптивный сайт, через браузер это сложно делать, а вот через мобильное приложение это делать можно. Вы можете слать ему пуш-уведомления, он может кликать на них, вы можете чекать переходы. Ну, в общем, он будет постоянно заходить в ваше приложение и взаимодействовать с ним. Вы можете собирать статистику, на какие сообщения он реагирует, делать какие-то определенные выводы и делать сервис удобнее для конкретных пользователей. Ваш бизнес должен подходить, я так считаю, под определенную категорию. Вот, например, продать кирпичи очень сложно через App Store. У нас есть такой тезис, у нас даже есть реальные приложения. И, кстати, продажа кирпичей – это один из наших партнеров все-таки делает такое приложение. То есть, коллеги, это совершенно, это реальный факт. Наш партнер, коллега, сделал приложение по продаже кирпичей в App Store. Оно у него не пошло. Ну, не стали ли покупать кирпичи, поэтому совершенно правильный тезис. Более того, у нас есть действующее приложение в нашей платформе продажа тракторов, интернет-магазин тракторов. Кстати, она работает. Не продает? Не знаю. Ну, в общем, трактора продаются. Поэтому, чтобы делать мобильное приложение, нужно, скажем так, учитывать особенности бизнеса. То есть, в принципе, это очевидные такие вещи. Это вот, если у вас доставка, если у вас сайт какое-то сообщество, то есть, интересно, клиент к нему, какой-то сервис, там, каким-то услугам, заказам, или просто каталог. То есть, такие вещи, которые будут подходить просто. Если ваш сервис подразумевает повторные заказы, это вообще отличная вещь. Когда у пользователя постоянно есть приложение, ему удобно делать еще раз и еще раз заказы в вашем приложении, в вашем магазине. Ну, если вам нужно предоставить пользователю какие-то уникальные функции, опять же, взаимодействие с камерой, с контактами, другими какими-то вещами, которые недоступны в браузере, и вам нужно для этого сервиса именно вот это взаимодействие, то, конечно же, нужно делать мобильное приложение. Вот такие вот общие причины, скажем так, которые могут повлиять на ваше решение, делать мобильное приложение или нет. То есть, их надо учитывать. Так, и вот я вот, прежде чем перейдем дальше, я тебе вопрос. Вот Сергей спрашивает, а если мобильная версия делается, она будет не так хорошо индексироваться, как адаптив? А мобильная версия вообще не будет индексироваться. То есть, нет, мобильное приложение, оно индексируется только в магазинах вендоров. То есть, это в Google Play и в App Store. Но, опять же, те же поисковики, они индексируют App Store и Google Play. Если пользователь будет искать что-нибудь, допустим, доставка пиццы, то есть, в поисковой выдаче будет ссылка на ваше приложение. То есть, не на сайт, конечно, то есть, он сразу сюда не попадет, ему нужно перейти, поставить, вот так вот будет. Но в поисковую выдачу конкретно ссылка на приложение попадает. Окей. Вот так вот будет. В связи с этим мы в нашей компании 1S Bittrex разработали платформу, продукт 1S Bittrex мобильное приложение. И сегодня мы расскажем, что это такое. Наша платформа, скажем так, построена по такой вот концепции приложения. Это сайт. Приложение это сайт. Что это означает? Это означает, что мы хотели сделать такую платформу, на которой могут обыкновенные веб-разработчики сделать приложение, не прибегая к изучению каких-то дополнительных инструментов или языков программирования, как Java, Objective-C, использование, например, опуляционной системы macOS для разработки. То есть, все эти вещи, которые нужно долго изучать, под несколько платформ программировать, вы можете использовать те же самые инструменты. Давайте подробнее посмотрим. Как я уже сказал, знакомые средства разработки, знакомые языки, кросс-платформенность. То есть, платформа, вы пишете один раз под нашу платформу, и у вас приложение работает одинаково на двух платформах, Android и iOS. Один раз пишете, и работает на двух платформах. Низкая стоимость разработки. Фактически, это общий пункт с адаптивом. То есть, вы используете те же средства для разработки, что используете для сайтов. Те же CSS, HTML, соответственно, стоимость разработки понижается. Не нужно специальных разработчиков нанимать. Масштабируемость. То есть, несколько, так же, как и сайт, вы можете разрабатывать абсолютно теми же средствами, той же командой, увеличивать количество разработчиков. То есть, несколько разработчиков. Вот мы наше приложение Bittrex 24, по-моему, разработали первую версию, фуален, наверное, за два месяца, по-моему. И там участвовало, по-моему, 10 разработчиков. То есть, им не нужно было что-то изучать. Они сразу начали разрабатывать, и все. Интеграция с нативными интерфейсами у нас есть в мобильном приложении. Соответственно, ваш браузер, который вы будете видеть в приложении, он будет еще обладать некоторыми фишками. Например, допустим, нативные панели, нативная навигационная панель, переходы, анимации, слайдер, все это будет, скажем так, как обвес к этому браузеру. Также нашей платформе можно разрабатывать офлайн-приложение. Есть специальный конструктор, с помощью которого вы будете делать шаблон приложения, настраивают его нативные элементы. Ну, это как трамплин. Старт вы можете приложение прямо сделать за несколько секунд. То есть дальше его уже наполнять функционалом, программировать. Тестирование приложения происходит в приложении для разработчиков. Называется Bitrix Mobile. Оно есть в App Store и Google Play. Вы его бесплатно устанавливаете и смотрите на результат вашей работы. Нет необходимости приложение после внесения изменений на сервере перевыпускать. То есть в этом одна из главных особенностей нашей платформы. Вы один раз выпустили в App Store или в Google Play, потом вы просто меняете как сайт ваше приложение на сервере, и у всех пользователей, кто установил ваше приложение, будет все это отображаться. Соответственно, им не нужно ставить приложение заново из App Store или Google Play. Это, конечно, тоже может происходить, но, допустим, если у нас вышла новая версия Bitrix Mobile, новые возможности, тогда только нужно обновлять приложение. Итак, давайте посмотрим далее. Как это работает? Работает это очень просто. У нас есть специальная JS-библиотека. Вы пишете на JS код, который, собственно, там, наш API, который вам предоставляет много возможностей. И все это в реальном времени вы будете видеть в приложении для разработчиков. Все очень просто. В документации у нас все это описано с видеопримерами. Итак, как работает платформа? Платформа работает, тут у нас незамысловатая схема. Работает на базе такого фреймворка Гордова. Наверное, ну, кто-то слышал, если кто-то знаком с мобильной разработкой, это вот такой фреймворк, который позволяет делать так называемые гибридные приложения. Мы в какой-то части используем и в Bitrix Mobile. Ну, схему я объяснять не буду. Смысл в том, что вы вызываете какие-то функции у себя в браузере, а они транслируются, биндятся, вызываются они в нативе. То есть, соответственно, всякие вещи, которые мы реализовали, вы можете получить доступ к ним через JavaScript. И не нужно изучать никаких других языков. Итак, давайте подытожим конкретно по инструментам. В нашей платформе, чтобы вам начать разрабатывать, мы предоставили несколько бесплатных инструментов. Это конструктор мобильных приложений. Он есть в любой абсолютно редакции, кроме, по-моему, первого сайта и старт. Этот конструктор мобильных приложений, где вы запускаете, создаете приложение, там будет видео дальше, и создаете свое первое приложение. Каскад такой. У нас есть JS API плюс Native. Это все описано в документации. Используйте, читайте, смотрите. Есть демо-приложение. Прямо в конструкторе его можно создать и посмотреть всякие возможности. Все то, что вы напрограммировали, все, что вы настроили, можно посмотреть в приложении, разработка приложения, один из Bitrix. Bitrix Mobile называется в магазинах App Store и Google Play. Что дальше? Когда вы разрабатываете полностью приложение, вы покупаете лицензию. Хочу обратить внимание, что играться с этим всем, то есть разрабатывать, делать, смотреть, можно бесплатно. Никаких лицензий покупать заранее не нужно. Вы можете сделать свое полноценное приложение, показать его клиенту, показать, как оно работает, если его удовлетворяет результат, то есть какой-то или какая-то часть его изначальной работы. Вы можете только потом купить лицензию, он нужен только для публикации. Отправляйте нам. У нас есть специальная форма на сайте, заявка. Вы заполняете полностью все поля. Там есть аккаунты для Google Play, для App Store. Мы постим приложение от ваших аккаунтов. Мы собираем ваше приложение и сами отправляем в Google Play и App Store. То есть все довольно-таки просто. Олег, сколько у нас стоит лицензия? Напомню, у нас, по-моему, 47 900. 47 900. 47 900 стоит лицензия. То есть это полная для партнеров, там, разные категории скидки у нас. Приложение будет на две платформы, соответственно. То есть сразу Google Play и App Store. Также вам, естественно, нужно приобрести аккаунты в Google Play и App Store, потому что публикация происходит именно от ваших аккаунтов, а не от аккаунтов компании 1S Bittrex. Давайте вернемся к нашей сравнительной табличке, которая была в начале. И хочу визуально показать, что мы попытались сделать в нашей платформе. Мы попытались перенести некоторые преимущества адаптивной верстки на приложение. Получается, что платформа Bittrex Mobile теперь у нас обладает вот такими преимуществами. То есть только поиск и трафик, который, к сожалению, не от нас зависит. Мы оставили тут вот этой левой колоночке. И теперь наше приложение обладает вот этими особенностями, которые видите справа. И вот здесь я, если хочешь, можем пройтись по вопросам. Тут нас, во-первых, спрашивали, что такое адаптивный сайт. Мы можем, коллеги, показать, как это выглядит. Вот есть наш демонстрационный сайт Bittrex. Я думаю, сейчас мы зайдем и вам покажем. Так, шоп. Это тестовый сайт. Мы его сразу же после вебинара удалим. Я знаю, что у коллег есть традиция на эти сайты заходить, писать какую-то обратную связь. Я думаю, что сейчас этого делать не стоит. Сейчас покажу, как это выглядит. И потом я удалю. Так, вот загрузился наш тестовый демонстрационный сайт. Вот обратите внимание, сейчас он показывается как веб-сайт. То есть такой полноразмерный веб-версия. Но как только вы зайдетесь на этот сайт с какого-то мобильного устройства, то, естественно, разрешение будет меньше. Вот сейчас я попробую симулировать, как это будет выглядеть. То есть я уменьшаю размеры нашего браузера. Жень, как у тебя уменьшается? Покажи мне. И обратите внимание, верстка у нас уже начинает автоматически подстраиваться под размеры нашего, собственно, экрана, то есть нашего устройства. Автоматически. Не нужно ничего подстраивать. Не нужно даже ничего в CSS делать и так далее, в шаблоне. Нет, как раз таки это и делается. Все это готовое решение. Все это готовое решение. То есть вы просто делаете в нашем решении сайт, и мы автоматически его подстраиваем под устройство ваших клиентов. Это про адаптив. Совершенно верно. Это адаптив. Это как выглядит результат. Это кратко, быстро о том, что такое адаптив. Так, вот еще есть вопросы. А зачем, вот некто Александр Тофан, подозреваю, что из Костромы, спрашивает, а зачем сравнивать адаптив в приложении? Они скорее дополняют друг друга, а не соперничают. Ну, Александр. Ну, в этом ключе на самом-то деле и идет. То есть мы не сравниваем. Дело в том, что адаптив и приложение решают совсем разные задачи. Абсолютно. Совершенно верно. Поэтому тут разговор о том, просто постоянно возникают вопросы, зачем мне делать приложение, когда есть адаптив. Вот такой этот вопрос неправильный. Потому что адаптив решает одну задачу, а приложение решает другую задачу. Мы уже выяснили, что адаптив по-любому нужно делать, в любом случае. И вопрос стоит, делать ли мобильное приложение. То есть задачи, какие он решает, вам нужно понять вообще, есть ли у вас, стоят ли перед вами такие задачи. Сергей, вот здесь уточнение от Сергея, что он спрашивал про мобильный сайт, про выдачу, то есть про плохую индексацию. То есть именно мобильная версия сайта, она будет хуже индексироваться, чем, скажем, адаптив того же сайта? Мобильная версия? Ну, нет, конечно. То есть мобильная версия сайта просто, я как уже сказал, мобильный сайт или что? То есть не совсем понятно. Или мобильный сайт, который мы отбросили. Да-да-да, который отбросили, который мы сейчас не разрабатываем. Тут вопрос только в целесообразности. То есть дело в том, что разрабатывать отдельный мобильный сайт, это отдельный контент, отдельная его поддержка, его верстки, тогда как адаптивная верстка – это фактически один и тот же сайт, один и тот же контент, это просто верстка меняется. То есть, Сергей, нет, не будет хуже индексироваться ваш именно мобильный сайт. Он будет индексироваться точно так же фактически. Очень кратко, чтобы Никита спрашивает, что такое нативные интерфейсы? Тут несколько раз было. Нативные интерфейсы, мотивные – это слово родные, скажем так, native. Когда вы в своем смартфоне, будь то Android, будь то приложение под iOS какое-то, вы видите те интерфейсы, которые присущи конкретной платформе, нативные. То есть они вот как вот у вас видно, вот, допустим, менюшка как-то открывается правильно, какой-то паттерн, допустим, в плане интерфейса, вот там сверху, допустим, когда вы заходите в Facebook в приложение, вы так вверх так скрулиете, и у вас такая панелька там, где написать там фото, и она такая вверх уезжает. Вот это прячется, да. Вот это вот всякие такие паттерны, которые можно в JavaScript сделать, конечно, но есть такие специальные там навигации, некоторые особенности платформы родные, которые позволяют пользователю комфортно чувствовать себя в приложении. То есть ему это все знакомо, ему комфортно этим пользоваться. Вот это называется нативный интерфейс. Ну, естественно, нативные интерфейсы пишутся именно в JavaScript, они пишутся на языке Objective-C и Java специальными, то есть средствами, то есть для разработки этой платформы, а мы их уже написали, даем доступ к таким интерфейсам, показывать их, настраивать без каких-то там определенных знаний. Просто через JavaScript вы показываете, панелька готовая, кнопчики на нее положили, и она себя ведет быстро, по сравнению, допустим, с тем же JavaScript-ом анимация, потому что осуществляется с системными средствами, то есть поверх браузера, и это все выглядит довольно красиво и органично. И просто, что самое интересное, и последний вопрос, и медведемся дальше. Позволяет ли мобильное приложение 1Z5 принимать встроенные платежи через App Store и Google Play? Технически, естественно, поддерживается это все дело, но проблема в том, что сейчас на данном этапе развития платформы очень сложно пока протестировать это дело. То есть у нас, потому что вы разрабатываете свое приложение фактически на платформе 1S Bittrex, пишите просто свой код на JavaScript и используете приложение Bittrex Mobile, то есть это наше приложение. Но чтобы эти платежи работали, вам нужно использовать ваше приложение, но на момент разработки у вас пока нет вашего приложения, выпущенного в App Store. В этом-то проблема. Возможно, мы в будущем решим этот вопрос, возможно, прикрутим такие вещи, как Apple Pay, и посмотрим, как это вообще можно донести разработчикам, чтобы они смогли тестировать это дело. Я думаю, Apple Pay просто обязательно, обязательно. Окей, давайте двинемся дальше. У нас еще есть содержательная часть. Вопросы коллеги, я вас вижу, и в конце мы их озвучим. Так, был термин. Неплохой термин. Приложение – это сайт, а теперь термин немножко другой. Приложение – это не сайт. Опять же, это является частью концепции Bittrex Mobile. Что это означает? Это означает, что вы, конечно же, будете использовать те же самые средства разработки, что используются при разработке обыкновенного сайта. То же самое. Верстка, PHP на сервере. Но надо учитывать, что приложение – это не сайт. Там нет кнопки обновить. Там пользователь не сможет закрыть и открыть вкладку, если у него там что-то там заключило, упало и так далее. То есть пользователю нужно давать немножко другой юзер-экспириенс. Соответственно, есть некоторые правила, которые, я считаю, нужно соблюдать. И у нас есть такая выдержка. Дело в том, что когда отправляется приложение в App Store, его проверяют. По-моему, сейчас около трех дней. Это специальные люди, ревьюверы, которые смотрят, соответствуют ли ваше приложение определенным правилам, определенным стандартам, которые они написали. Это называется App Store Review Guideline, как он называется. И там есть такой пункт. Ваше приложение должно содержать контент, обладает возможностями и пользовательским интерфейсом, которые выходят за рамки обычного сайта. То есть, соответственно, если вы используете специальный компонент браузера, который, собственно, в мобильной платформе у нас есть, он не должен вести себя как браузер. Вы должны теми средствами, которые вы обладаете, сделать приложение, которое будет соответствовать не просто как просто определенный сайт, который нашли через поиск. Он должен давать ощущение, что работают с нативным приложением и возможности там должны быть такие же. Если Apple заподозрит, что что-то не так, вы просто взяли и запихнули в мобильный браузер, в нашу платформу просто адаптивный сайт, так можно сделать, между прочим. Просто взять и все, не использовать наши интерфейсы, там просто раз и все. Такое приложение могут завернуть. И у нас такие случаи были. Говорят, что, ребята, никак не отличается от сайта. Печальное. Да, никак не отличается от сайта, переделывайте. То есть так просто не получится сделать. Поэтому нужно делать все правильно. Итак, как сделать красиво? Термин красиво у нас, красиво и правильно. Он же правильный. Первое. Ознакомиться с документацией. Обязательно. Документация у нас довольно-таки подробная, с видео. То есть там будет показано, как и что будет происходить после того, как выполняется какой-то определенный код нашей платформы. И вы можете ориентироваться на него. Обязательно изучите все возможности и опции нашего конструктора мобильных приложений. Там много всего интересного. Какие-то вещи, которые вас не устраивают, вы можете включить, выключить и посмотреть на результат, опять же, в приложении для разработки. У нас есть специальная навигация в битрикс мобайл. Она нативная. Я рекомендую ее использовать специальными функциями нашей платформы. Покажу, как это будет работать. Чуть дальше там есть видео. Используйте АЯКС. То есть нельзя делать, допустим, разработчики меня поймут, если кто-то слушает именно из разработчиков нас. Что, допустим, пост на страницу делать с ее перезагрузкой – это неправильно. То есть нужно делать посты через АЯКС и прос, то есть через JavaScript и показывать пользователю какой-то фидбэк, что что-то происходит, чтобы он не скучал, пока он видит, что что-то происходит. То есть это правильно, это красиво, и так приложение нужно делать. Возможно, кто-то так делает и на сайте. Но не часто, насколько я знаю. Использовать ленивую загрузку обязательно нужно. Это когда картинки у вас на экране, которые пользователь видит, они должны загружаться с сервером. А когда он скролит вниз, он не должен их видеть, и когда только картинка появляется на экране, она должна загружаться. Это экономия трафика, потому что нужно учитывать, что ваше приложение будет открываться при очень плохих каналах. То есть сказывается на скорости загрузки, правильно? При отсутствии, да, конечно. И трафик пользователя. Ну, трафик, ну, в общем-то, да. Ну, конечно, можно какие-то картинки, там, двухмегабайтные, прямо в своем приложении показывать, и это будет очень плохо. То есть это будет плохой опыт пользовательский, и плюс еще, как бы, деньги съездки. Ну, это будет очень плохо. Использовать события Bittrex Mobile для интерактивности. Я покажу, что это такое. И кэшируйте все, что... То есть нужно кэшировать все, что возможно, все, что там живет больше, там, грубо говоря, там, дня, как минимум, там, или там, часа. То есть лучше это закэшировать, все это грамотно использовать, потому что это, опять же, скорость, и пользовательский опыт, и трафик. Все это экономится, это обязательно нужно делать. Итак, документацию. У нас в документации описаны все этапы создания приложения. У нас описано, как делать офлайн-приложение, у нас есть такая возможность. Как я уже сказал, есть API описанный с видеодемонстрацией. Написано, как подготовить свое приложение к публикации, как правильно сделать иконочки, как правильно сделать стартовый экран, и вообще всякие рекомендации, которые не позволят вам остановиться на стадии публикации, когда человек из Apple скажет вам, ребята, у вас картинки плохого качества. И это действительно реальные примеры, когда они действительно сетуют на то, что у вас плохие картинки в приложении. То есть не мы такие рекомендации там даем. Ну и работа с push-уведомлениями, это также есть в нашей документации. Ссылочка ниже, курс номер 80. Извините, что она такая длинная, но вы можете найти нас на сайте и, собственно, подставить там какой-то идентификатор. Ну, в принципе, там все просто. Слушай, к тебе там можно обращаться? Конечно. Я есть в Facebook, меня можно там найти. Я найду и обращусь. Итак, давайте посмотрим конструктор. Что это такое? Я много раз сказал, что это такое. А вот я сейчас покажу, что это такое. Если вам, коллеги, хорошо видно видео, то есть мы создаем приложение. У нас такая формочка есть. И мы здесь просто все настраиваем, как видите. То есть конструктор визуале никакого по большому счету кода, правда? Да, здесь кода никакого нет. И, опять же, никакой бизнес-логики вы здесь не запрограммируете, ничего. Здесь просто вы настроите свое положение, как оно будет в итоге выглядеть. То есть и какие-то опции поведенческие выставить. То есть там что-то показывать, что-то не показывать. Это должно на старте выдвигаться. Это не должно. То есть пуш-уведомления, тут всякие раскрасить что-нибудь, картинки какие-то, задние фоны для кнопок. Все это можно здесь настроить. Причем это можно настроить отдельно для каждой платформы, для Android и iOS. Все очень просто. И разные совершенно элементы нативные можно здесь настроить. Не все, но как бы те, которые мы, собственно, даем настроить. Остальные мы по мере развития добавляем. Вот видите, мы можем списочки настроить нативные, и все, что угодно. Обратите внимание, я кликаю здесь фактически на какой-то элемент интерфейса, и сразу же меня конструктор отправляет к параметрам, которые мне нужно настроить, чтобы этот элемент интерфейса поменялся. Итак, после того, как вы настроили конструктор, вы можете проверить его, опять же, на приложение Bittrex Mobile, которое можно скачать из App Store. Просто ввести адрес вашего приложения. Итак, нативная навигация, я о ней говорил. Наши приложения на Bittrex Mobile состоят из, скажем так, трех частей. Это левое меню, возможный вариант еще и справа в меню, одновременно и левое, и правое, или по отдельности и то, и другое, и центральная часть. Весь контент, все, что будет пользователь видеть, с чем он будет взаимодействовать в плане, допустим, там, открытия каких-то там каталогов, заказов и так далее, все это будет в центральной части, и открываться все это будет в центральной части, и здесь будет работать та самая нативная навигация, которую я рекомендую использовать. Я потом покажу, почему так нужно делать. Там будет такое у нас видео. Ну, здесь все понятно. То есть концепция у нас такая. Меню, справа меню, слева меню и центральная часть. Давайте посмотрим, как работает наша нативная навигация. Первый вариант – это не очень хороший вариант. Он слева. Я сейчас запущу видео. Если вам будет, коллеги, хорошо видно, я покажу, как это работает. Допустим, я сделаю без навигации. Нажимаем на первую страницу. Как вы видите, страничка просто перезагружается, и пользователь просто ходит по страничке. Это, опять же, стало на Bittrex Mobile без использования навигации. Обратите внимание, он не может вернуться назад. Он просто переходит на страницу 1, 2 и 3, и нет возможности вернуться. Вы просто перезагружаете страницу. Так делать нельзя. Давайте посмотрим вариант с навигацией нативной. Итак, мы переходим на страницу 1, на страницу 2, на страницу 3. И обратите внимание, у нас анимация вся делается системой. Посмотрите, пользователь совершенно просто, без перезагрузки страницы, может свайпом просто нажать назад, просто вернуться на какую-то из страниц. И это тот самый натив, это выглядит естественно, и это нужно использовать. В документации у нас описаны специальные функции, которые позволят вам эту навигацию управлять. То есть это добавление нового экрана в стэк, в центральный, старт нового стэка и открытие модального стэка. Как это будет, опять же, выглядеть, написано в документации, видео есть, вы увидите, как это все будет выглядеть. То есть по функциям здесь не совсем понятно, естественно, но посмотрите и сделайте так же, как в документации. Итак, опять же, я уже упоминал, используйте Аякс для загрузки данных, для отправки данных на сервер и изменение интерфейса нужно, опять же, делать не перезагрузкой страницы, а динамическим перестроением через JavaScript. То есть это требует, конечно, больше усилий, но зато ваше приложение будет выглядеть красиво и понятно для пользователя. Давайте посмотрим пример. Допустим, у меня есть форма авторизации. Форма авторизации. Пользователь нажимает на кнопку «Отправить данные авторизации» и что делает? И ждет. Вот у меня H, допустим, плохой интернет, он видит эту загрузку, там страница может упасть, отдать наши 500, 5, и вы успешно авторизовались. Вот это может происходить довольно-таки долго. Для пользователя это скупка, он может уйти с вашего приложения довольно быстро, если все это будет неправильно происходить. Давайте посмотрим второй вариант. Пользователь нажимает на «Отправить», и мы ему показываем лоудинг. То есть не просто какая-то страница, он что-то видит. И это правильный вариант. Можно еще какие-то вещи, можно вообще прогресс показывать, как все это происходит. То есть это вариант, когда все используется, запросы делаются АЯКС. Итак, давайте дальше пойдем. Лейзи лоуд. Я говорил про изображение. У нас даже есть видео, которое нам позволит продемонстрировать, что такое лейзи лоуд. Вот посмотрите. У нас есть приложение Bittrex 24. Живая лента, видите, картинка не отображается. А вот когда мы ее раскрыли, картинка отобразилась. Именно в этот момент, только когда картинка отображается полностью, она скачивается с сервера, и, соответственно, пользователь экономит свой трафик, если он не хочет его смотреть. То есть картинка показывается не будет. Это лейзи лоуд. У нас есть специальный объект для организации лейзи лоуда в нашей мобильной платформе Bittrex Mobile Lazy Load. Используется он активно в нашем приложении Bittrex 24. Я рекомендую его использовать. Олег, может, есть какие-то вопросы? Есть. Есть у нас вопросы. Что у вас с производительностью, спрашивает у нас Денис? Ну, конечно, это обширный вопрос. Во-первых, так как это приложение является, то есть приложение на Bittrex Mobile является гибридным, как и все, собственно, такие платформы, тут, опять же, производительность складывается из многих факторов. То есть это и производительность вашего сервера, и производительность вашего клиентского производства, джаваскрипта, и реализация. То есть кэширование должно использоваться обязательно. Но в нашей платформе мы, опять же, используем нативную навигацию, нативные анимации, и это дает элемент такой, то есть скорость. Скорость пользователя видит, что работает все быстро. А все остальное, то есть, опять же, укладывается, то есть фактически вы должны производить ту же работу над производительностью, что и над обычным сайтом. То есть использовать те же приемы. Но с учетом того, что у вас не десктопная машина, она более маломощная, то есть телефоны разные бывают, плохой интернет, соответственно, нужно под это все отстраиваться. То есть реализация имеет большое значение. Потому что многие говорят, что ваша платформа тормозит, ну, как бы можно любой сайт сделать так, чтобы он тормозил. Можно любое приложение сделать так, чтобы он тормозил. Тут вопрос такой комплексный. Окей. А вот еще вопрос, и двинемся еще дальше. Можно ли и как настроить отправку пуши в клиентское приложение? Да. Это есть в документации, у нас подробно написано, как это сделать. При публикации приложения вы указываете в конструкторе идентификатора пуши, который вам хотелось бы использовать для отправки. В документации написано, какими функциями отправлять, как регистрировать токены устройств. Дело в том, что отправка пуши и регистрация токенов устройств, ну, как это, грубо говоря, адрес устройства, это сугубо индивидуальная вещь для разных проектов. То есть как, кому вы будете отправлять эти пуши, как вы будете это отрабатывать, все это можно сделать с помощью нашего API. Мы предоставляем такие вещи, вы можете все это сделать. Как раз-таки в тему Lazy Load. То есть ты хочешь сказать, что просто вывести содержание каталога с стандартным компонентом не стоит, да? То есть нужно обязательно использовать Lazy Load. Если компонент работает быстро, вы, конечно, можете не использовать Lazy Load, но для более богатого юзер-экспириенса, для нормальной работы приложения, то есть использовать лучше Lazy Load. Вы, конечно, можете сами посмотреть любые приложения, нативные в том числе, допустим, где есть лента, это там Facebook, ВКонтакте, какие-то другие там вещи, Инстаграмы там, ну, Инстаграмы не знаю, вы можете заметить, что картинки прогружаются только тогда, когда вы до них доскроливаете. Вот. И, соответственно, в ваших приложениях это, скажем так, было бы хорошим тонком. Окей, давай отойдемся дальше. Что у нас там еще есть? Так, где мы посмотрели? События Bittrex Mobile. Это такая уникальная вещь. На самом-то деле у нас в нашей платформе многие проблемы решаются с помощью событий. Это как бы вообще любые проблемы. То есть, ну, есть предел, конечно, но вообще любая проблема практически решается с помощью событий. Что это означает? В платформе у нас многокомная система. Соответственно, вы, когда переходите по всяким страницам приложения, у вас загружаются разные страницы, вы фактически в приложении имеете несколько браузеров. Но возникает такая потребность, допустим, когда вы, допустим, зашли в корзину, открыли корзину, из корзины, допустим, зашли в товар, вот у вас навигация, у вас получается там три каких-то там браузера у вас в цепочке навигации. И где-то на третьей цепочке, на третьем элементе вы что-то поменяли, допустим, добавили еще товар в корзину, а у вас человек может вернуться назад, вернуться в ту же корзину, а у него там ничего не поменялось, потому что там просто страница. Вот эти события позволяют браузерам в вашем приложении, их несколько, то ли сколько вы там сделаете, общаться между собой. Вы можете зафайрить события где-то в одном месте, а все остальные на это отреагируют. И, допустим, вот как в данном случае, то есть перешли на товар, плюс добавили еще какие-то там товары в корзину, вернулись в корзину, а у вас там уже эти товары есть. Соответственно, в событии сообщили там странице корзины, что там что-то поменялось, и корзина может там перезагрузиться, или там в реальном времени добавить какие-то там на джинскрипте данные, передать, ну там все это отобразится. Соответственно, пользователь будет видеть, что приложение интерактивное, то есть он будет ходить по страницам, и там будет всегда актуальная информация. Документация по этим событиям точно так же есть в курсе по мобильному приложению. Итак, я как раз продемонстрирую, как это работает. Давайте посмотрим. Вот у меня есть фотография, это я. Давайте посмотрим. Вот это вот простенькое приложение, я перешел, ну, якобы в профиль, и, допустим, я захочу изменить имя. Обратите внимание, я был сейчас на странице профиля, и я хочу поменять свое имя на Евгения Иванова. Изменит и возвращаюсь назад. И я здесь уже Евгений Иванов, хотя эта страница была уже загружена. То есть это и есть тот самый интерактив, когда я через события просто сообщаю предыдущей странице, что я поменял фамилию. Сейчас я попробую поменять имя. Ну, произойдет то же самое. Естественно, это нужно программировать самому, то есть логика, то есть тут на ваше усмотрение все это должно происходить. Ну, опять же, что-то еще меняю. Добавил отчество, изменил имя. Возвращаюсь назад. Видите, здесь уже все поменялось. Вот такую магию делает событие. Итак, дальше. Какие приложения можно делать? Ну, уже мы в нашей части приближаемся к концу. Приложения можно делать совершенно разные. Мы на нашей платформе сделали уже около 300 приложений. Совершенно разные тематики. Это и конференции. Наши приложения, допустим, на конференции, там, Витрикс Дэй, украинские конференции. Все это сделано на нашей платформе. Сервисы доставки. У нас есть там какие-то печатные издания. Ну, то есть всякие такие вещи. То есть файлы, контент, который можно предоставлять. То есть хранить приложения. Промо-приложения. Приложения сообществ, допустим, там, ну, любого сообщества. То есть общение. Бронирование заказа. Есть у нас даже заказы такси. То есть, в принципе, довольно-таки обширный ассортимент этих приложений. То есть много где это используется. У нас очень много примеров, которые можно... То есть фактически даже есть игры. То есть в зачаточном состоянии некоторые даже делают игры. То есть в нашем приложении. Ну, то есть интересно посмотреть в этом, покажи. Вот. Поэтому вы можете просто поиграться. Опять же повторяюсь, что все это бесплатно. И только для публикации приложения нужно иметь лицензию. Вы можете посмотреть полностью все возможности платформы, изучить, проверить все, что вам подходит, не подходит. Дать нам фидбэк обязательно, написать. И мы обязательно все это зафиксируем, учтем. И сделаем вашу платформу лучше. Смотрите, разрабатывайте. Итак, возможности, еще раз повторю, создание оффлайн-приложений, онлайн-приложений. У нас есть нативная навигация, нативные элементы интерфейса, пуш-уведомления. И возможность сделать интерактивное приложение с помощью пункт-сервера. Пункт-сервер, ну, это отдельная технология мгновенных сообщений. Коллеги, которые по технической части, специалисты, они, наверное, знают, что это такое. Итак, ну, у вас, наверное, все. У нас все, да, коллеги? Я вижу, что есть вопросы. Мы на них ответим позже. Сейчас давайте уже двинемся, наконец-то, к Евгению. Евгений. Я думаю, что сейчас мы включим... Я хочу немножко превью сделать. Подожди, подожди. Евгений Малаховский сделает нам интересный доклад, скажем так. Он расскажет про то, как разрабатывать мобильные приложения не с помощью нашей платформы, но с использованием платформы Bittrex управления сайтом в качестве бэкэнда, я так понимаю. Ну, я думаю, поподробнее он нам все это расскажет. Да, сейчас я вас, Евгений, сделаю презентером. Так. Сейчас я вас сделаю презентером. И я хочу, Евгений, чтобы вы себе включили микрофон. Но почему-то я это не могу сделать. Да. Но вы должны уже быть в эфире. Наверное, я просто выключил. Да, все хорошо. Ну, окей, двигаемся. Экран уже виден, да? Да. Экран виден и слышен. Но вы можете на всякий случай опросить наших слушателей. Евгений. Экран вот до вебинара виден или виден только... Виден, а лишь только ваша презентация. То есть... Ну, в общем-то, саундчек-то не думаю, что нужно проводить. Все видели, все слушали. Думаю, что меня хорошо слышно. И, в общем-то, я расскажу, как делать бизнес на быстром поиске исполнителей. Тема заработка быстрого поиска исполнителей, она очень актуальна. И у нас клиенты очень часто спрашивают, заказывают подобные проекты. Это проекты таксистов, там, не знаю, поиск сантехников. Сейчас актуально под Новый год поиск Дедов Морозов и Снегурочек. В общем-то, поговорим, почему именно мобильные приложения в этом наиболее серьезно помогают. А также посмотрим вживую, как быстро настроить свой сервис. В общем-то, меня уже представили. Меня зовут Евгений Малаковский. Я руковожу компанией лаборатория Малаковского. И у меня огромный опыт в различных предметных областях. Так как было... ...поматизация по сетей, до сервисов такси. И последние 4 года мы занимаемся именно мобильными предложениями и запустили более 50 проектов. Потребность в поиске того или иного специалиста вполне очевидна, так как человек не может быть профессионалом во всем. Ему всегда нужны помощники. И найти быстро хорошего помощника – непростая задача. Но клиент, в общем-то, готов платить за это. Потребность доказана успешными проектами, такими как Udo, Uber, Airbnb, AliExpress. Авито, Блаблакар. У каждого, конечно же, своя специфика, но все они помогают одной группе пользователей предлагать товары или услуги, а другой группе находить их. О том, как помочь найти нужного специалиста и заработать на этом, в общем-то, я и рассказываю. Как неслить бюджет – такой очень актуальный вопрос. За последние 4 года я видел множество неудачных проектов. У всех была одна большая ошибка – они были железно уверены, что проект взлетит. Тратили колоссальные деньги на разработку, маркетинг, рекламу. Но по факту продукт был не нужен пользователю, поэтому результат был такой, какой получился. Крайне важно стартовать с готового или типового какого-то решения, без наворотов, рюшек. Ведь клиенту нужно найти специалиста, а не какое-то красивое приложение, где будет красивая кнопочка и прочее. По технологии бережливого производства нужно выпускать свет минимально работающей версии и уже на ходу, анализируя потребности пользователей, допиливать функции и наводить красоту, в общем-то, в процессе. Занимаясь разработкой под заказ, я часто видел проекты, как они залипали на полгода-год, допиливали и допиливали функции. Где-то что-то знакомое подсказали, где-то что-то увидел выходящее на рынок. И чем дольше вы выходите на рынок, тем больше сомнений вы накапливаете. В общем, надо выходить с минимальным набором функций и делать бизнес. Лучше расстроить через месяц, протестировав прототип или типовое решение на клиентах, чем через год выкинуть, так сказать, свой труд в мусорку. Немножко расскажу о технологиях, уже много было сказано коллегами. В общем, Bittrex Framework – это такая очень глобальная платформа по созданию любых веб-проектов и возможности очень колоссальные на самом деле. Один из Bittrex мобильных приложений – это инструментарий, о котором Евгений рассказывал, который также позволяет создавать огромное количество вариаций мобильных приложений. А я, в общем-то, вам рассказываю о неком полуфабрикате. Это шаблон сервиса поиска исполнителей. Почему я, в общем-то, его называю полуфабрикатом, проводя аналогию с котлетками, которые нужно только подогреть, так как наш полуфабрикат нужно настроить под бизнес-задачи и стартовать. Так почему бы же мы сделали все-таки шаблон не на Bittrex мобайл? В общем-то, следуя потребностям наших клиентов, нам нужна оболочка нативного приложения, которую мы можем дорабатывать и передавать в виде исходных кодов, так как это очень критично для клиентов, что-то дорабатывать. В общем-то, клиенты не готовы платить дополнительные 47 900 и довольствоваться, в общем-то, минимальным набором функций, которые мы и предоставляем. Это мотивные переходы, GPS, левое меню и настройка цветовой схемы. Мы даже не использовали кармалу, что это был за звук. В общем-то, набор функций я рассказал. Но если вам нужен набор функций в битрекс мобайл, вы можете вполне, скажем, даже мы можем доработать полуфабрикат, его недолго адаптировать под битрекс мобайл, тогда вам будут доступны все возможности и функционал в библиотеке. Почему же все-таки вот часто слышно термин «битрекс мобайл»? Он означает запуск проекта только на мобильных приложениях, и это вполне оправданно. Зачем конкурировать на рынке сайтов, в которых бесчисленное множество? Мобильные приложения однажды заинтересовав пользователя, остаются в его устройстве и помогают при необходимости. Помимо конкуренции дешевого рекламы, у мобильных устройств есть неоспоримое преимущество. Оно всегда под рукой, в общем-то, в кармане, либо в сумке. Пользователю нужно найти специалиста здесь и сейчас. И он запускает приложение, заполняет заявку, фоткает фронт работ, например, какой ковер ему надо почистить дома, сохраняет и получает за пять минут множество откликов, желающих ему быстро помочь. Все за счет того, что исполнители, которые находились рядом с клиентом, получили пуш-уведомления о новой заявке. Сейчас я хотел бы показать, в общем-то, как можно настроить. Я установил уже модуль нашего полуфабриката. Я установил версию битрикса, развернул ее на битрикс-лабс.ру и хотел бы показать, как это все работает в действии. Вы можете с App Store и Google Play скачать мобильное приложение, называется оно App for Sale, выбрав там сервис поиска исполнителей. И таким образом вы сможете посмотреть сразу же действия, которые произойдут в вашем битрикс. Сервис поиска исполнителей – это демо-приложение. Он может показать свой сервер и таким образом наблюдать за всеми изменениями. Возможно, я ошибся с сервером. Проверим сервер. Все на месте. Давайте еще раз попробуем. И вот мы видим базовые демонстрационные типы услуг, которые мы, в общем-то, и показываем. Аренда квартир. Такая типовая формочка. С выбором районов. Типа «Квартир», «Квартира», «Комментарий». Теперь мы добавим свой какой-то тип услуг. Например, «Химчистка». Добавим к ней фотографию. Еще один такой момент. Так сказать, в приложении должны быть профили профессиональные исполнителей, а также задания. Задания стыкуются с профессиональным профилем, поэтому, в общем-то, тип профессиональных профилей нужно тоже было завести. Я пока привяжу к таксистам, чтобы сейчас упростить, скажем так, показ. Вот, нас сохранили химчистку. Идем в приложение. Переходим в «Мои заказы». Видим раздел «Химчистка». Видимо, я фотографию все-таки не сохранил. Не добавил, видимо, файл. Химчистка. Сохраняем. Идем, смотрим результат. Видим тип услуг «Химчистка», нашу, так сказать, иконочку. Теперь нам нужно у типа услуг «Химчистка» добавить какие-то, ну, скажем, свойства. Например, что сделать, какой ковер почистить, его фотография или еще что-то. Мы идем в раздел инфоблоков «Апфосейл», «Задание». И добавляем свойства, которые нам интересны. Видите, здесь вот такси и вот аренды. В общем-то, уже есть некие свойства. Мы создадим простое свойство «Фронт работ», «Строковое». Назовем его «Джоп». Таким образом, мы создали некое свойство, его нужно к конкретному типу задания привязать. Мы идем, меняем такси. Чистка. Идем во вкладку «Допполя». И здесь мы должны указать формат коля, который будет отображаться в списке. Обязательно нужно большими буквами указать ключевое слово «Джоп», ой, «Проперти» с нижней палочкой. И, в общем-то, указать его в детальной информации и в информации о добавлении. Давайте сохраним и посмотрим. Таким образом, заходим в заявки «Химчистка», добавляем в задание и видим фронт работ, который можно указать текстом. «Типы полей» на самом деле ограничены лишь возможностями Bitrix Framework. Там есть списки, галочки, все что угодно. Давайте добавим еще несколько типов. Например, добавим галочку. Выбираем список, назовем его «Коле Чек». Внешний вид укажем флажки и значение «Да». Давайте сразу добавим некий список. Например, район проживания клиента. Назовем его «Район города». Выбираем список. Также называем название, точное имя. И здесь указываем параметры списка. Например, «Центральный район», «Комсомольский», «Автозаводский». Сохраняем. И давайте сделаем картинку фронта работ. Указываем тип файл. Указываем имя. Мы можем сделать фронт работ одной фотографией или множеством. Я оставлю одной. Сохраняем. Идем опять же в наш тип задания. Химчистка. Вдок поля. И здесь добавляем все те поля, которые мы только что заполнили. У нас там был чек, у нас там был фото, и у нас там был район. Соответственно, эти же поля мы добавляем в редактирование, чтобы мы могли их заполнять. На самом деле, вот эти списки могут быть разные. Например, поля добавлять, но чтобы они не видны были для пользователя. Например, паспорт, там, я не знаю, владельца машины или документы владения машин. Таким образом, мы добавили некие поля. Идем смотреть. И мы видим тот же наш фронт работ. Галочку нужно сделать. Фронт работ фото. Таким образом, разрешаем добавить фотографии. Например, с камеры или с галереи. И, соответственно, позволяем выбрать из списка район. Таким образом, можно добавлять бесчисленное количество заявок. Здесь можно структурированный список сделать. И таким же образом добавляются профессиональные профили. Профессиональный профиль – это информация об исполнителе. Давайте посмотрим. Аренда квартир. В общем-то, настройки примерно те же, но имеют свои особенности. С приложением, я думаю, достаточно понятно. На самом деле, в Marketplace есть мастер-класс более полный, где мы рассматриваем конкретные варианты заполнения с профессиональными профилями, с заявками. Ну, здесь я немножко сокращу. И поговорим о самом главном – о монетизации сервиса. Где же, в общем-то, деньги? И на чем можно зарабатывать? Оплату мы, само собой, берем с исполнителя, так как он заинтересован в новых клиентах. На выбор предлагаем две схемы оплаты. Оплата за отклик на заявку. То есть исполнитель пополняет свой баланс в приложении, видит вкусные для него заявки и откликается. За каждый отклик сервис берет 20-30 рублей. Для исполнителя сумма небольшая за столь вкусный заказ. И он, в общем-то, готов их потратить. Таким образом, на одну заявку клиента может откликнуться 10-20 исполнителей, и сервис получит прибыль от 200 до 600 рублей за заявку. И второй вариант, более простой и понятный – это абонентский доступ к заявкам. Исполнитель покупает доступ к нужной ему специализации, например, сантехника или химичистка, как я показал, на неделю или на месяц. И не думает о том, сколько и кому он может откликаться. Откликается, в общем-то, всем, кто рядом. Мне больше нравится первый вариант, так как он предлагает оплатить небольшую сумму за конкретное целевое действие, так сказать, участие в тендере. И, на мой взгляд, это все-таки проще и понятнее для исполнителя. На этом, в общем-то, у меня все. Так, по-моему, надо перейти к вопросам. Да, сейчас я вам их озвучу. Вот вопросы. Вопросы сейчас я вам найду. Евгений, кроме полуфабрикатов, о которых вы говорили, что предстоит еще установить и купить? По вашему опыту. У вас должен быть установлен 1S-Bitrix от редакции Start и, в общем-то, лицензия полуфабриката. Полуфабриката. Окей, хорошо. Еще. Какая должна быть подготовка пользователя для формирования интерфейса? Для создания интерфейса. Подготовка пользователя. Ну, я подозреваю, что профессиональный уровень. Нужно ли знать не Objective-C, Java, вот эти вот штуки сложные, о которых говорил в том числе Евгений Патриченко? Ну, вы имеете в виду, какие нужны знания программистам? Какая квалификация? Да, в общем-то, я и показывал квалификацию без всякого знания программирования. Это может сделать твой пользователь. Но если нужно дорабатывать, и, в общем-то, это подразумевается, что нужно делать вторую, третью версию, выходить более серьезно на рынок. Для этого, естественно, нужно знать Bittrex фреймворк, а следовательно PHP, JS, HTM и прочие, в общем-то, вытекающие из Bittrex. Окей, вот здесь, спасибо, Евгений, от Сергея здесь прям такой список вопросов. Когда купил полуфабрикат, что физически передается пользователям? Физически устанавливается модуль из Marketplace. В общем-то, он владеет всеми исходниками, так как они в Bittrex, он владеет исходниками нативной оболочки. Он может, в принципе, сделать все, кроме копирования, так сказать, на другие свои бизнесы. Для этого нужно приобрести лицензию. А как происходит продвижение подобного приложения? Продвижение происходит, как и любого мобильного приложения. На самом деле, сейчас очень много инструментария, там, в том же Яндекс.Директе есть за установку оплаты, в том же ВКонтакте, в Фейсбуке есть именно за установку. Ну, естественно, красивые картинки в App Store и Google Play, интересный подобранный текст, чтобы он лучше находился. Так называемое, там, сейчас есть продвижение, опять же, в поиске App Store и Google Play. В общем-то, как-то так. Да, вот там, ну, здесь уже про специалистов уже спрашивали. Так, есть ли интеграция с CRM? Очевидно, речь про CRM. Мы работаем... ...24. Если речь о Bittrex 24, то, в общем-то, это можно доработать. Но, на самом деле, вы видите информацию по заявкам в инфоблоках Bittrex, и, в общем-то, можете редактировать как угодно на таблицу. Можете доработать интерфейс, там, я не знаю, с передачей Bittrex 24. Можете просто, там, красивый интерфейс для пользователя сделать. Так, ну, и еще вот здесь, ну, здесь я вижу уже, спрашивают, сколько, Евгений, стоит час вашей разработки. Я думаю, что контакты Евгения и коллеги вы видите, и можете ему задать все эти необходимые вопросы. Я еще хочу задать вопрос Евгению Петриченко. Вот 47900, Женя, это разовая плата за лицензию, или все-таки нам нужно будет что-то там еще продлевать? 47900 – это покупка лицензии, которые… что она предоставляет в этой лицензии? Это возможность опубликовать приложение, которое вы разработали, да, через нас, соответственно. То есть мы не предоставляем исходники, потому что платформа закрытая. Мы предоставляем только те исходники, которые у нас есть в самом, ну, на серверной части, то есть написано на JavaScript. Вы получаете два приложения фактически, ну, одно и то же приложение, то есть в двух магазинах, это Google Play и App Store. Возможность опубликовывать приложение там заново, то есть, допустим, меняются какие-то стартовые экраны, названия и иконки в течение года. То есть это как у нас идет обычно покупка лицензии, и в течение года у нас есть поддержка. Это вот если вы покупаете просто лицензию там на Boost, в битрис управления сайтом. В течение года у нас поддержка, как только истекает лицензия, вы не можете перепубликовать свое приложение, оно дальше будет продолжать работать, все будет хорошо, вы можете дальше изменять контент, но выпускать обновления в Google Play и в App Store вы не сможете. Вы можете также обновлять свой битрикс управления сайтом, то есть, который будет на бэкэнде, можете дальше разрабатывать, но новых возможностей вы просто не получите. Коллеги, я смотрю что-то у нас с коннектом, я не знаю, слышите ли вы нас, коллеги, но на всякий случай я вас об этом спрошу. Слышите ли вы нас, коллеги? У нас написано, что connection у нас, собственно, lost. Почти, почти дожили. Почти, почти дожили. Да, пропала связь, коллеги, я не знаю, мы сейчас должны, скорее всего, ага. Я извиняюсь, у нас проблемы с connection, нам GoToWebinar показывает, что у нас connection сейчас восстановился. Управление мы взяли на себя. Так, у нас еще есть вопросы, еще есть у нас буквально парочка вопросов, прежде чем мы двинемся к завершающей части, буквально совсем к короткой. Так, еще вопросы. Вижу, что звук есть, да, все хорошо. Сейчас нас твоим пакет слышит? Слышит, слышит тогда, может, connection прошел. Так, вот оплату. Оплату мы берем через функционал интернет-магазина Bitrix или через встроенные платежи App Store и Google Play. Они работают, работают ли они для Bitrix-приложения, Женя? Сейчас мы можем немножко переварить вопрос. То есть про что конкретно вопрос? То есть оплату? Нет, лицензии, если речь идет о лицензии на мобильное приложение на Bitrix Mobile, то тогда это мгновенная покупка лицензии через наш 1С Bitrix. Также выбирайте продукт, покупайте ключики, все. То есть это идет не через Google Play, не через App Store, то есть это все совершенно разные вещи. То есть сам ключ покупается у нас на сайте. Да. Так, ну окей, я думаю, что коллеги будем и завершать уже. Времени у нас уже мало, мы вас даже пережали по времени. Вопросы, если у вас есть, вы можете задавать их либо нам, да, то есть найти нас в соцсетях. Евгений Петровиченко, Олег Старкатый. Евгений, спасибо вам за то, что были с нами, за то, что все рассказали. Я думаю, что мы будем, коллеги, завершать. Спасибо, что вы были с нами. И заходите на наш сайт «Идей», пишите нам. Ну и увидимся в следующий раз. Кстати, завтра у нас будет вебинар обучающий по Bitrix 24. Заходите, приглашаю вас. Запись мы вам пришлем, ссылку на запись обязательно пришлем. Я знаю, что у нас были перебои, но в записи будет у нас все хорошо слышно, без перебоев и всяких помех. Евгений, спасибо. Спасибо. Жене тоже спасибо. Коллеги, до свидания. Хорошего вам дня, хорошей недели. Увидимся. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok